Если можно, подробно остановитесь на правильной молитве. Это вопрос очень хороший. Действительно, нас очень часто призывают молиться. И мы оказываемся очень часто, я бы сказал, в такой прострации, когда они знаем, а что это такое, правильно или неправильно. Вы знаете, возьмите диктофончик и подойдите к громадной очереди, которые стоят, например, ну, какую-то чудотворную икону, например, привезут. Ну, вот сейчас Курская Коренная, допустим. Там где-нибудь, где-нибудь, приполом, серьги у нас. Или в Москве, там, каким-то мощам. Возьмите диктофончик и подходите со всей любезностью, которая только у вас есть, с высочайшей культурой. Спросите, вы о чём молитесь? И запишите к другому, третьему, сотому, тысячному. О чём молитесь? Так, потом отходите и плечи вверх, голова вниз. А, кажется, о чём все молятся-то? Знаете, о чём? Муж не гулял, брат не пил, сын не разбойничал, дочь поступила лучше в институт, чтобы у этого нога стала здоровой, тут печёнка, чтобы стала исцелённой, тут селезёнка, чтобы не болела. Слушайте, вы спросите, так вы что, все материалисты, да? Никто не помолился о том, что, Господи, вы знаете, я пришла или пришёл для того, чтобы помолиться, избавиться, например, от злости. Терпеть не могу вот этого вот негодяя. Страшно страдаю от этого. Я специально пришёл или пришла, чтобы избавиться от этого. Ну, что вы! Или избавиться от зависти. У него машина лучше, чем у меня. Вы представляете? Ну, это же помирить можно сразу. А он себе такое отстроил, на целый этаж выше, чем у меня. Всё, я помираю. Помираю. Нет мне жизни на земле. Никто и не молится. От исцеления, от страстей, которые явно мучают. Никто. Нам нужно только благо на земле. Поняли? Какая молитва правильная, какая неправильная. У Исаака Сирина, которого я упоминал, есть один замечательный пример. Такого рода. Он говорит, что сделал бы царь, который, наконец, допустил до себя нищего, просящего что-то, усиленно просящего, со слезами просящего, наконец допустил до себя. Этот нищий подползает к царю, к царскому трону и просит гноя. Казнь ожидает этого негодяя. Я думал, он просит хлеба, просит жизни, а он гноя просит. Какое оскорбление! Понимаете смысл его притчи? Это всё тот же диктофончик, диктофончик. Вы о чём просите? О чём просите? Только! Вот первое, о чём мы можем говорить о правильной молитве. Значит, о чём же признак полного неверия в то, что Бог есть любовь, что без Его воли ничего не совершается в этой жизни, и что это, что совершается, является не просто, знаете ли, каким-то там, какой-то милостью или наказанием Божиим. Нет-нет! Слышите? Нет у Бога наказаний! А что же есть? А есть ничто иное. Что делает врач? Увы, режет бедного человека, а другому ничего не сделаешь, нужна операция. Грыжа, саворот, кишок, иначе смерть. Немедленно надо резать. Упустите – всё! Сердце! Как же тут не резать? Савне посмотреть – какой ужас! Инопланетяне, наверное, содрогается весь. Это какие мучители! Что творит на самом деле? Это что, наказание творит, да? Над больным – врач. Любовь! А чем обусловлена такая тяжёлая акция, что режет ножом? Болезнь такая! Нет у Бога, нет у Бога, слышите, наказаний? Все действия Божии соотносятся полностью на сто процентов с нашим внутренним состоянием, нашим духовным. дай мне сейчас дар чудотворений. Я весь мир переверну своими чудесами. Неужели это непонятно? Я расправлюсь сразу со всеми теми, кого я знаю – это мошенники, негодяи и так далее. У меня дар чудес же будет! Что бы! Я их всех выброшу с их кресел и отправлю куда-нибудь в Антарктиду. Вот что! Вера в то, что Бог есть любовь, освобождает меня от тех безумных просьб, с которыми мы настойчиво стучимся к Богу. Какова же должна быть молитва, когда действительно у нас скорби, настоящие скорби? Можно молиться или нет? Да. Как? Как? Господи, Ты знаешь, что я хочу. Но я верю, что Ты – любовь. Поэтому, Господи, да будет Твоя воля, а не моя. Помилуй. Вот какая молитва! Анита, с которой мать Рылеева молилась за сына, декабриста Рылеева, когда ей было показано, наконец, что будет с ним. Ангел прямо её водил, вот вас с ней, показал, вплоть до виселицы, показал весь его путь, основные этапы пути, всё показал. И она рассказала потом, безумный, нет, мой сын, пусть будет жив. Всё так и произошло. Можете себе представить, что с ней было, когда на её глазах повесили сына? Так вот, первое, о чём хочется сказать, что такое правильная молитва, она всегда с чем сопряжена? С верой, что Бог есть любовь, что Он никого не наказывает, никого, кстати, не награждает, Он всем желает блага. Поэтому всегда молитва, с чем сопряжена должна быть? С верой в это и пониманием, что всё то, что со мной происходит, обусловлено не им, не ей, этими негодяями, да, не каким-нибудь правительством, не ещё там чем-нибудь, да, а чем обусловлено? Оно моим внутренним состоянием. Мы хотим себе блага? Надо исцеляться. Точнее, я даже сам не могу себя исцелить. Я могу только обращаться к Богу. Господи, помоги мне! Вот эта молитва о помощи, молитва покаяния, если хотите, молитва, обращенная к Богу любви, а эта молитва действенна. Господи, да будет Твоя воля, а не моя. А то всё время я думаю, вы знаете, всегда я думаю, что всё-таки я умней Бога. То, с какой стати он меня это, знаете, то, другое, третье, не понимает. Он так далеко там где-то, в каком созвездии, не помню. И не понимает. Уж я-то понимаю, что мне надо. Лучше его понимаю. Вот беда. И это называется верующий человек. Какая карикатура! Если мы хотим знать ещё, ещё какие признаки правильной молитвы. Правильная молитва только та, которая совершается с вниманием. о чём я говорю? Мы очень много подчас читаем молитвы, поём молитвы. Всё это делаем механически. механически, без какого-либо внимания к словам молитвы, к содержанию этих молитв. Мы, как какую магическую силу, знаете ли, призываем, не личность, которая является Богом, а магическая сила, перед которой надо, перед этой силой вычитать вот столько-то, вот то-то. Причём, когда я читаю, мой ум где угодно. Слушайте, прям настоящая магия. Я не молюсь, а вычитываю. Простите. Попробуйте прийти к начальнику и вычитайте ему точно так же, что вам нужно. Только берегитесь, что больше вы уже, наверное, на работе не окажетесь. Это мы понимаем. Это понимаем, оказывается. К Богу не понимаем. Удивляемся, чего-то Бог нас не слушает. Я молился, молился, и ничего. Молился, молился. Ничего ты не молился, а как попугай, повторял слова молитвы. Потому и проку никакого нет. Молитва должна быть внимательной. Там, где нет внимания, там нет молитвы. Там, где нет действительно осознания того, что всё, что со мной происходит, обусловлено моим состоянием духовным, моими грехами. Моим, именно, ещё раз говорю, духовным состоянием. Потому что подчас говорят, а что, я ничего и не делал. Да? Ничего не делал. Я никого не убил, никого не ограбил. Никого там, я не знаю, ещё что такое. И всё, и все грехи. А то, что внутри у меня там творится, разве это грехи? Какое безумие! Всё определяет. Нашу внешнюю жизнь определяет наше внутреннее состояние, духовное состояние. Как определяет? – Вот здесь никто вам не скажет. – Мы не знаем законов вот этой духовной жизни. Я знаю только одно. – Что если бы Бог наказывал за грехи и награждал за добродетели, то я знаю, что тогда со мной бы было. У соседа сгорел дом. Ясно? Ясно, что кто он? – Ну, так ему так и надо. – Ещё бы! – А у меня целёхонька. – Так я же праведник, конечно. А он? И никого нет на земле хуже. Посмотрите, какой ужас-то! Его, значит, Бог наказал. Забыли. Никого Бог не наказывает. Но почему, с кем, что случается конкретно, мы никогда не можем этого знать. Эти законы, законы нашей души, эта внутренняя, так сказать, связанность одного с другим, она, конечно, это сложнейший мир, которого мы не видим. Мы даже не видим, что для нас полезнее. Никто не знает, что для нас полезнее. Мы знаем, что мы хотим, но что полезнее – не знаем. в качестве маленькой иллюстрации, скажу вам. Видимо, наш народ ещё жив духовно. И знаете, почему так говорю? Потому что лечат живых, делают операции живым, дают лекарства живым. Труп не лечат. Его только украшают. Западу уже нечего лечить, видимо. Мне приходилось об этом говорить там, на Западе. Говорят, почему такое? Смотрите, как тут хорошо. Ходим по Вене. Мне говорят, смотрите, красота, вежливость, культура, благухание и всё. Я говорю, вы спросите их, им что-нибудь нужно, кроме этого? Никакого им неба не надо. И человека похоронят так, чтобы его никто и не видел. Мне приходилось соприкасаться с такими вещами, чтобы никто не видел – нет смерти. Здесь вся наша жизнь. Бога уже не нужно. Никакого Царства Божия не нужно. Мёртвых не лечат. А мы, видимо, ещё живы. Ой, слава Богу, мы ещё живы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok